На море, на океане, на острове Буяне Стоит древо золотые маковки. По этому древу ходит кот Баюн. Вверх идёт, песню заводит, Вниз идёт, сказки сказывает. Это ещё не сказка, а присказка. Сказка вся впереди. Вот она! Иван-Царевич и Серый Волк Жил-был царь Берингей. У него было три сына. Младшего звали Иваном. И был у царя сад великолепный. Росла в том саду яблоня С золотыми яблоками. Стал кто-то царский сад посещать, Золотые яблоки воровать. Царю жалко стало свой сад. Посылает он туда караулы. Никакие караулы Не могут уследить похитника. Царь перестал и пить, и есть. Затасковал. Сыновья отца утешают. Дорогой наш батюшка, не печалься. Мы сами станем сад караулить. Старший говорит. Сегодня моя очередь. Пойду стеречь сад от похитника. Отправился старший сын. Сколько не ходил с вечеру, Никого не уследил. Припал на мягкую траву И уснул. Утром царь и спрашивает. Ну-ка, не обрадуешь ли меня? Не видал ли ты похитника? Нет, родимый батюшка. Всю ночь не спал, Глаз не смыкал, А никого не видал. На другую ночь Пошел средний сын караулить И тоже проспал всю ночь. А наутро сказал, Что не видал похитника. Наступило время Младшего брата идти стеречь. Пошел Иван-царевич Стеречь отцов в сад И даже присесть боится, Не то что прилечь. Как его сон сморит, Он росой из травы умоется, Сон и прочь из глаз. Половина ночи прошла. Ему и чудится В саду свет. Светлее и светлее Весь сад осветило. Он видит, На яблоню села Шар птица И клюет золотые яблоки. Иван-царевич Тихонько подполз к яблони И поймал птицу за хвост. Жар птица Встрепенулась И улетела. Осталось у него в руке Одно перо От ее хвоста. На утро Приходит Иван-царевич К отцу. Ну что, дорогой мой Ваня, Не видал ли ты похитника? Дорогой батюшка, Поймать не поймал, А проследил, Кто наш сад разоряет. Вот, От похитника На память вам принес. Это, батюшка, Шар птица. Царь Взял это перо И с той поры Стал пить и есть И печали не знать. Вот в одно прекрасное время Ему и раздумалось Об этой Обжар птицы. Позвал он сыновей И говорит им, Дорогие мои дети, Оседлали бы вы Добрых коней, Поездили бы по белу свету, Места познавали, Не напали бы где На жар птицу. Дети отцу поклонились, Оседлали добрых коней И отправились В путь-дорогу. Старший в одну сторону, Средний в другую, А Иван-царевич В третью сторону. Ехал Иван-царевич Долго ли, Коротко ли, День был летний, Приустал Иван-царевич, Слез с коня, Спутал его, А сам свалился спать. Много ли, Мало ли времени прошло, Пробудился Иван-царевич, Видит, Коня нет. Пошел его искать, Ходил, ходил, И нашел своего коня Одни косточки Обглоданный. Запечалился Иван-царевич, Куда без коня Идти в такую даль? Ну что ж, думает, Взялся, Делать нечего, И пошел пеший. Шел, шел, Устал до смерточки, Сел на мягкую траву И пригорюнился, Сидит. Откуда ни возьмись, Бежит к нему серый волк. Что, Иван-царевич, Сидишь, пригорюнился, Голову повесил. Как же мне не печалится, Серый волк, Остался я без доброго коня. Это я, Иван-царевич, Твоего коня съел. Жалко мне тебя. Расскажи, Зачем вдаль поехал? Куда путь держишь? Послал меня батюшка Поездить по белу свету, Найти жарптицу. Фу, фу, Тебе на своем добром коне В три года не доехать До жарптицы. Я один знаю, Где она живет. Так и быть, Коня твоего съел, Буду тебе служить Верой и правдой. Садись на меня, Да держись крепче. Сел Иван-царевич На него верхом, Серый волк и поскакал. Синяя лиса Мимо глаз пропускает, Озера хвостом заметает. Долго ли, Коротко ли, Добегают они До высокой крепости. Серый волк и говорит, Слушай меня, Иван-царевич, Запоминай, Полезай через стену, Не бойся. Час удачный, Все сторожа спят. Увидишь в тереме окошко, На окошке стоит Золотая клетка, А в клетке Сидит жарптица. Ты птицу возьми, За пазуху положи, Да смотри, Клетки не трогай. Иван-царевич, Иван-царевич, Через стену перелез. Увидал этот терем, На окошке стоит Золотая клетка, А в клетке сидит Жарптица. Он птицу взял, За пазуху положил, Да засмотрелся на клетку. Сердце его разгорелось, Ах, какая золотая, Драгоценная, Как такую не взять? И забыл, Что волк ему наказывал. Только дотронулся до клетки, Пошел по крепости звук, Трубы затрубили, Барабаны завили, Сторожа пробудились, Схватили Ивана-царевича И повели его К царю Афрону. Царь Афрону разгневался И спрашивает, Чей ты? Откуда? Я царя Бериндеи сын, Иван-царевич. Ай, срам какой! Царский сын, Да пошел воровать! А что же, Когда ваша птица летала, Наш сад разоряла? А ты бы пришел ко мне, По совести бы попросил, Я бы ее так отдал, Из уважения к твоему родителю, Царю Бериндею. А теперь по всем городам Пущу нехорошую славу про вас. Ну да ладно, Сослужишь мне службу, Я тебя прощу. В таком-то царстве У царя Кусмана Есть кон златогривый. Приведи его ко мне, Тогда отдам тебе Жар-птицу с клеткой. Загорюнился Иван-царевич, Идет к серому волку, А волк ему, Я же тебе говорил, Не шевели клетку, Почему не слушал мой наказ? Ну простишь ты меня, Прости, серый волк, То-то прости. Ладно, садись на меня, Взялся за гуш, Не говори, что не идешь. Опять поскакал с Иваном-царевичем, Синяя леса мимо глаз пропускает, Озера хвостом заметает. Толками, коротками Добегают они до той крепости, Где стоит конь златогривый. Полезай, Иван-царевич, Через стену, Сторожа спят, Иди на конюшню, Бери коня, Да смотри, Уздечку не трогай. Иван-царевич Перелез в крепость, Зашел на конюшню, Поймал коня златогривого, Так позарился на уздечку. Она золотом, Дорогими камнями убрана, В ней златогривому коню Только и гулять. Иван-царевич Дотронулся до уздечки. Пошел звук По всей крепости, Трубы затрубили, Барабаны завили, Сторожа проснулись, Схватили Ивана-царевича И повели к царю Кусману. Чей ты? Откуда? Я Иван-царевич. Эка, За какие глупости взялся? Коня воровать? На это простой мужик Не согласится. Ну, ладно, Прощу тебя, Если сослужишь мне службу. У царя Далмата Есть дочь, Елена Прекрасная. Похидь ее, Привези ко мне, Подарю тебе Златогривого коня С уздечкою. Еще пуще Пригорюнился Иван-царевич, Пошел к серому волку. Говорил я тебе, Иван-царевич, Не трогай уздечку, Не послушал ты Моего наказа. Ну, прости же меня, Прости, серый волк, То-то прости, Да уж, ладно, Садись мне На спину. Опять поскакал серый волк С Иваном-царевичем. Добегают они До царя Далмата. У него в крепости, В саду Гуляет Елена Прекрасная С мамушками, Нянюшками. Серый волк говорит, В этот раз Я тебя не пущу, Сам пойду, А ты ступай обратно Путем дорогой, Я тебя Скоро Нагоню. Иван-царевич Пошел обратно Путем дорогой, А серый волк Перемахнул Через стену Да в сад. Засел за куст И глядит. Елена Прекрасная Вышла со своими Мамушками, Нянюшками, Гуляла-гуляла, И только приотстала От мамушек И нянюшек. Серый волк Ухватил Елену Прекрасную, Перекинул через спину И наутек. Иван-царевич Идет путем дорогой, Вдруг настигает его серый волк, На нем сидит Елена Прекрасная. Обрадовался Иван-царевич, А серый волк ему Садись ты меня скорей, Как бы за нами Погони не было. Помчался серый волк С Иваном-царевичем, С Еленой Прекрасной Обратной дорогой. Синие леса Мимо глаз пропускает, Реки, озера Хвостом заметает. Долго ли, Коротко ли Добегают они До царя Кусмана. Серый волк спрашивает, Что Иван-царевич Приумолк, Пригорюнился? Да как же мне серый волк Не печалится? Как расстанусь С такой красотой? Как Елену Прекрасную На коня буду менять? Серый волк отвечает, Не разлучу я тебя С такой красотой. Спрячем ее где-нибудь, А я обернусь Еленой Прекрасной. Ты веди меня К царю. Тут они Елену Прекрасную Спрятали В лесной избушке. Серый волк Перевернулся Через голову И сделался Точь в точь Еленой Прекрасной. Повел его Иван-царевич К царю Кусману. Царь обрадовался, Стал его благодарить. Спасибо тебе, Иван-царевич, Что достал мне невесту. Получай Златогривого коня С уздечкой. Иван-царевич Сел на этого коня И поехал За Еленой Прекрасной. Взял ее, Посадил на коня И едут они Путем дорогой. А царь Кусман Устроил свадьбу, Пировал весь день До вечера, А как надо было Спать ложиться, Повел он Елену Прекрасную спальню, Да только лег С ней на кровать. Глядит Волчья морда. Вместо молодой жены Царь со страху Свалился с кровати, А волк удрал Прочь. Нагоняет Серый волк Ивана-царевича И спрашивает, О чем Задумался Иван-царевич? Как же мне Не думать? Жалко Расставаться С таким сокровищем, Конем-златогривом, Менять его На жар птицу. Не печалься, Я тебе Помогу. Вот Доезжают они До царя Фрона. Волк и говорит, Этого коня Елену прекрасную Ты спрячь, А я Обернусь Конем-златогривом, Ты меня И веди К царю-афрону. Спрятали они Елену прекрасную Златогривого коня В лесу. Серый волк Перекинулся Через спину, Обернулся Златогривом Конем. Иван-царевич Повел его Царю-афрону. Царь Обрадовался И отдал Елену Жар птицу Золотой Клеткой. Иван-царевич Вернулся Пеший В лес, Посадил Елену Прекрасную На Златогривого Коня, Взял Золотую Клетку Жар птицей И поехал Путем Дорогой В родную Сторону. А царь-афрон Велел Подвезти К себе Дореного Коня И только Хотел Сесть На него. Конь Обернулся Серым Волком. Царь За страху Где стоял Так и Упал. А серый Волк Пустился Наутек И скоро Догнал Ивана-царевича. Теперь Прощай! Мне Дальше Идти Нельзя! Иван-царевич Слез С коня И Три Раза Поклонился До земли С уважением Отблагодарил Серого Волка. А тот Говорит Не Навек Прощайся Со мной Я Еще Тебе Пригожусь. Иван-царевич Думает Куда Же Ты Еще Пригодишься? Все Желания Мои Исполнены. Сел На Златогрил Коня И Опять Поехали Они С Еленой Прекрасной С Жар Птицей. Доехал Он До своих Краев Вздумалось Ему Пополнивать Был У него С собой Немного Хлебушка Но Они Поели Ключевой Воды Попили И Легли Отдыхать Отдыхать Толк Иван-царевич Заснул Заснул На На Езжает На Него Его Братья Ездили Они По Другим Землям Искали Жар Птицу Вернулись С пустыми Руками Наехали И Видят У Ивана Царевича Все Добыто Вот Они И Сговорились Давай Убьем Брата Добыча Вся Будет Наша Решились И Убили Ивана Царевича Сели Они На Златогривого Коня Взяли Жар Птицу Посадили На Коня Елену Прекрасную И Устрашили Ее Дома Не Сказывай Ничего Лежит Иван Царевич Мертвый Над Ним Уже Вороны Летают Откуда Не Возьмись Прибежал Серый Волк И Схватил Ворона С Вороненком Ты Лети-ка Ворон За Живой И Мертвой Водой Принесешь Мне Живой И Мертвой Воды Тогда Отпущу Твоего Вороненка Ворон Делать Нечего Полетел А Волк Держит Его Вороненка Долго Ли Ворон Летал Коротко Принес Он Живой И Мертвой Воды Серый Волк Спрыснул Мертвой Водой Раны Ивану Царевича Раны Зажили Спрыснул Его Живой Водой Иван Царевич Ожил Ох Крепко Водой И простился с ним навечно. Вернулся Иван-царевич домой, Наконец-то гривом Привез отцу своему жарптицу, А себе невесту Елену Прекрасную. Царь Бериндей обрадовался, Стал сына спрашивать. Стал Иван-царевич рассказывать, Как помог ему серый волк достать добычу, Да как братья убили его сонного, Да как серый волк их растерзал. Погоревал царь Бериндей И скоро утешился. А Иван-царевич женился на Елене Прекрасной И стали они жить-поживать. Да горя не знать.